Игромания представляет Львиную долю внимания игроков К дикой, но симпатичной Аркаде 1997 года Она же обеспечила Разработчикам мотивацию Чтобы развивать идеи, поднимать Планку качества и заигрывать С огнем новых провокационных тем Все это вылилось в одну Из самых известных, влиятельных И прибыльных игровых франшиз Игру, ставшую самостоятельным Жанром и общекультурным Феноменом Сейчас в PSN начался сезон скидок На продукцию компании Rockstar А мы под шумок решили освежить память И вспомнить путь пройденной Серии GTA, а заодно Выделить самые примечательные Главы в ее богатой истории Grand Theft Auto 2 Первая GTA серия задала основы геймплея, который по-настоящему расцвел во второй Это была последняя часть до 3D эпохи, когда вид еще был сверху, герои не вели к финалу вдоль сюжетной линии, а деньги можно было зарабатывать как очки в аркадных играх Их начисляли за аварии, за убийство прохожих, за взрывы и перестрелки с полицией Что ни делай, получишь прибыль Умирать только не надо При этом целью каждого уровня было не убить последнего босса, а просто накопить достаточную сумму денег Неважно как, хоть выполнением заданий, хоть учинением высокооплачиваемого беспредела Первый район легко проходился верхом на танке Знай, катайся кругами по крышам полицейских машин, да постреливай по сторонам А всего районов было три И в каждом сражались за передел сфер влияния три преступные группировки Налаживайте отношения с одной Портится репутация с другой А репутация в мире GTA — это все Эта игра серии была самой безумной Чего стоили одни только задания Вроде угона автобуса с дальнейшей доставкой пассажиров на сосисочную фабрику в качестве сырья Или систему платных сохранений в учреждении Jesus Saves Иисус спасет Всего 50 тысяч долларов, и ваша жизнь спасена до следующей загрузки игры И понятное дело, чем чаще вы сохраняетесь, тем дальше оказываетесь от конечной цели Наконец только тут вас мог выбросить из машины другой автоугонщик А кто сказал, что в городе вы такой единственный? После второй части серии взяла совершенно другой вектор развития Трехмерный мир, относительная реалистичность, ставка на сюжет Сейчас к ней ближе всего по духу совершенно другая игра Hotline Miami Четвертая часть GTA возвестила о переходе серии в эпоху HD Ее стили и геймплей сделали резкий крен в сторону реалистичности В ней появились перестрелки с укрытиями и полноценный рукопашный бой А графика резко ускакала вперед, и уже никто не посмел бы назвать ее устаревшей, как во времена Сан-Андрес История сербского эмигранта в штаты Ника Белика стала настоящей криминальной драмой Мрачной и щемящей, где игроку временами предоставлялся выбор, как поступить, но к какой бы концовке он не пришел, хэппи-энда ему не видать Такой вот неожиданный нуар, резко контрастирующий с сатирическим запалом предшественниц Нет, без юмора, конечно, не обошлось, но все же четвертая часть запомнилась как самая серьезная из всех игр серий И станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, не прижмешь на фуле Пёрти-Сити И там за океаном ты построишь новую жизнь Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись Grand Theft Auto в I-City Переход на трехмерные рельсы ознаменовала еще третья часть ГТА Она была мощнейшей и революционной В ней использовалась невиданная до то ли технология, позволяющая обсчитывать целый, почти настоящий город В ней появился сюжет и персонажи, но самое главное Она дала основу для Стенделлам дополнений, фактически новых игр на том же движке Которые и сделали серию тем, чем она является сейчас Для первого из них разработчики подобрали самый харизматичный сеттинг, который можно придумать I-City — это знойный Майами в обрамлении пальм, переливающийся всеми цветами неона с наступлением ночи Это декадентская атмосфера кокаиновых 80-х, прогулки по пляжу в гавайской рубашке Платиновый саундтрек, трюки на спорткарах и мотоциклах И, конечно же, цитаты всей криминальной киноклассики разом, начиная с лица со шрамом Vice City превратила наработки GTA 3 в концептуально совершенную игру Которая по сей день остается знаковой и нестареющей частью серии Живой классикой, в которую до сих пор приятно возвращаться Хоть на ПК, хоть на планшетах С головой уходя в ее атмосферу и вспоминая былые прохождения И когда при взгляде на Vice City начинало казаться, что круче уже некуда Появилась GTA San Andreas Она стала самой карикатурной, веселой и жирной игрой серии Игровой мир вырос в четыре раза по сравнению с предшественницей Нам дали три города, а заодно и гектары пространства между ними Исследовать целый штат полный секретов, пасхалок, побочных заданий и жизни Можно было десятки и сотни часов, отложив гангстерскую историю в долгий ящик Веса игре прибавили и элементы, превратившие San Andreas в шутка ли Прямого конкурента The Sims В игре были тысячи тысяч способов кастомизации персонажа От причесок, прикидов до обучения разным боевым искусствам Появились и ролевые элементы, определяющие навыки и физические характеристики героя Причем стиль игры напрямую отражался на внешности Много бегаете, прыгаете и плаваете, а вечера коротаете в качалке Ваш СиДжей будет горой мышц и машиной для убийства Все время просиживаете за рулем и любите прошвырнуться по закусочным? Готовьтесь носить одежду, ну, очень больших размеров Поставив на количество контента, San Andreas сумела выжать последние соки из движка GTA 3 И с гордостью передать эстафету в новое поколение GTA 4 в свое время дала старт новой эре А GTA 5 поставила в ней точку Она останется в памяти как лучшая игра минувшего поколения консолей Одна из лучших игр в принципе и лучшая часть серии по сей день GTA 5 способна не только заменить большинство игр разом Она и жизнь-то способна уделать Ее Лос-Сантос настолько точно копирует Лос-Анджелес, что челюсть отваливается Ее биосфера настолько жива и разнообразна, что то и дело хочется себя ущипнуть Она предлагает столько возможностей для развлечения в отрыве от сюжета Что пробежать ее за пару дней практически невозможно В конце концов, она рассказывает увлекательную и полную сатиры историю от лица сразу троих харизматичных героев Настолько разных, что преображается и сам геймплей Она выбрала в себя все лучшее, что предлагает серия, истребив почти все недостатки И если она вам не нравится, вы, вероятнее всего, в нее просто не играли Обладатели PS4 и Xbox One уже дождались Владельцы PS3 могут купить электронную версию прямо сейчас со скидкой в 65% Ну а игрокам ПК осталось подождать еще совсем чуть-чуть Не могут же ее в самом деле откладывать вечно Однако, как показывает практика, у каждого своя любимая GTA Что во многом зависит от того, какая из них была самым первым опытом Поэтому нам будут интересны и ваши личные впечатления, воспоминания и мнения Непременно оставляйте их в комментариях Редактор субтитров А.Семкин